Наш друг Ермек Нарымбай объявил голодовку в штрафном изоляторе. У него отобрали постель, у него отобрали матрас, белье, у него отобрали теплую одежду, пальто, шапку. И он спит на холодном бетонном полу в штрафном изоляторе. И он уже несколько дней находится в критическом состоянии. Ермек Нарымбай в январе этого года, после того, как узнал о том, что войска ОДКБ введены в Казахстан, срочно выехал из Киева на родину. Он знал, что его арестуют. Его родные знали, что его арестуют, но он все равно это сделал. Его отец, который накануне, в декабре, лишился жены, сказал, что этот шаг Ермека, его сына, оправдан. Когда Ермек приехал на родину, его арестовали, мы сделали интервью с его братом, с его отцом, с его адвокатом и призывали добиваться освобождения Ермека. Ермек – это героический человек, казахский правозащитник, на которого было заведено 11 уголовных дел, который уже держал в Казахстане 100-дневную голодовку. Ему удалось перебраться в Украину, перейти через границу. И он жил в Киеве последнее время, откуда делал свои программы, смелые, героические. Он сделал интервью с депутатом Федоровым, где загнал его в угол. Когда депутат Федоров открыто, прямым текстом говорил, что Северный Казахстан – это территория России. И тогда в Казахстане очень сильно беспокоились, что Россия ведет войска в Казахстан. В январе этого года, как мы помним, были протесты, после которых ОДКБ вело войска. Сколько там осталось войск, неизвестно. По оценке адвоката Ермека их еще довольно много. Ермек сам позвонил мне два года назад, потому что был очень удивлен, что есть какие-то русские, которые защищают чеченцев. Он не мог поверить своим глазам и решил записать с нами интервью. Я хочу, чтобы вы посмотрели это интервью двухлетней давности. Мы еще были в студии. Тогда была зима, в отличие от этого времени года. Вы видите, какая благодать в Чехии. В Украине война. В Казахстане войска ОДКБ. Ермек на Рымбай в тюрьме в штрафном изоляторе в критическом состоянии. А тогда мы говорили с ним о русском мире. Он хотел узнать, что русскоязычный человек, русскоязычное население из Грузии, которое пережило войну, чувствует, когда приезжает в Россию, в столицу империи Санкт-Петербург. Мы говорили откровенно об этом. Кстати, в этом интервью я говорила о том, какую опасность представляют из себя такие личности, как Ника Белоцерковская, которая внесла вместе с Ксенией Собчак все уродство и все дно русского мира, которое только возможно себе представить. А сегодня из Ники Белоцерковской радио «Свобода» делает жертву кровавого режима. Еще раз. Ермек на Рымбай держит голодовку в штрафном изоляторе в тюрьме. Михаил Саакашвили и Ника Гварамия находятся в тюрьме. В Грузии полчища русского мира. Ксения Собчак позволяет себе глумление своим грязным языком, делая сравнение евреев в Германии и русских в Грузии. «Свободу» Ермеку на Рымбаю. Он говорит, нет, ребята, у вас там террористы сидят. И эти террористы, они убили 300 тысяч чеченцев. И вы не допустили чеченскую делегацию к микрофону. Это что вообще? Вы себя называете российской оппозицией? Что это? Вот в чем природа, я пытаюсь до себя до конца понять. И вот вы же пытаетесь найти рецепт, диагноз. И исходя из диагноза уже можно понимать, как бы можно, как вот прийти к этому миру, добрососедству и так далее. Вот не поняв этого с теми русскими, которые вышли из республик, из вне России, наверное, будет очень трудно. Я пыталась ответить себе на этот вопрос уже позже. И после того, как я, после этих трагических событий, после войны нашей в Тбилиси, я уехала в Питер. И все эти события, которые там со мной произошли, уже после того, как я и оттуда уехала, в Прагу, все это сформировалось, утряслось. И я даже записала это. Это такая у меня есть повесть, которая называется «Уши Андропова». Я как раз пыталась переложить вот эту проекцию тбилисского менталитета на питерский менталитет. Все свои вот эти нестыковки, весь контраст, всю разницу колоссальную, как небо и земля, что человеку оттуда, из наших республик, из Тбилиси, приходится умирать физически, умирать и возрождаться чем-то марсианином, чтобы вот как-то там ходить, двигать руками и ногами, физически существовать. Надо переродиться, потому что это все можно выкинуть. Это муж, это трагедия, люди погибают из-за этого. Либо становятся под подлецами, либо они не выдерживают, они не выдерживают этого столкновения. Я не знаю, это действительно зависит от того, что прорастет в человеке после вот этих испытаний метафизических, смотря что возобладает. Во мне возобладала грузинская, стала кричать просто, кричать. Сначала я пыталась его похоронить, потому что в Питере было невозможно с этим грузинским менталитетом. Я пыталась его похоронить, но это чревато. Потом ты получаешь еще худшие последствия. Но это действительно трагедия, потому что когда вот я 9 апреля 89-го года, когда у нас митинг разогнали русские солдаты и убили грузинских женщин, то после этого вообще непонятно, как жить на свете, потому что все твое, все, что ты считаешь твоим, Тбилиси – это мой. Вдруг оказывается, что есть представитель твоего народа, который здесь такое сотворил, что ты после этого только… Я вот сразу стала опускать глаза среди соседей, я не могла им смотреть в глаза. Я только, знаете, я вот сейчас снимаю фильм про те события, и я позвонила и связалась с человеком, которого я просто… Я не могла… Он полностью, потому что был с звядом Гамсахурдия близко, и он был как раз вот на волне этих событий, он был очень приближенный ему человек, и он был как раз на телевидении тогда, когда у нас там первая волна вот этого, да, расстрел телевидения, и там ужас был. Я только сейчас ему позвонила, мы поговорили, поплакали. Чего это стоит вообще этой русской девочке, которая… Понимаете, я и не грузинка, которая как свое бы, да, вот грузины сплотились, это горе пережили. А я, получается, ну кто я здесь вот теперь после этих событий? Что мне делать? Что мне делать? Я после этих событий перенесла всю войну, там, до 95-го года, а это… Ну что такое война? Когда у тебя вообще жизни никакой нет? Нет, и это длилось 5 лет. Ну то есть стреляют, убивают. До конца учебы, да? Да, до конца учебы. Вообще света нет нигде, метро не ходит, транспорт не ходит. Мой отец ходит из аэропорта с керосиновыми этими тяжеленными, транспорта нет вообще, чтобы зажечь керосинку, стоит огромная очередь из интеллигентных грузин, чтобы разогреть чайник на костре, потому что уже вырубили все парки, уже не осталось ни одного дерева вокруг, все пошло в топку, да, чтобы что-то как-то зиму пережить. У нас паркет, полы вот такие, потому что сырость, ну, живешь непонятно где, какая у тебя жизнь, причем в молодом возрасте, жизнь закончена. Еще и такие психологические проблемы, когда ты, ну, я не знаю, может быть, это не все такие, может, я такая восприимчивая, я себя чувствовала не то чтобы оккупантом, но я поняла, кто я, я, ну, мне никто не давал понять, никогда не было такого, чтобы вот мне сказали, ты русская, убирайтесь, нет, вы же упаси, но я-то сама, на что совесть существует, чтобы грызть себя в таких случаях. Вот, Инна, вот вы как-то сказали, что когда вы вспоминаете Грузию, у вас чувство боли, чувство вины, чувство боли вот именно за события, связанные вот с разгоном с саперными лопатками демонстрации, раз, и плюс еще война по Абхазии и Осетии, или было еще что-то, еще? У нас же была Тбилисская война на Руставели, когда снесли город наш, Руставели просто был перевращен в руины, танки, бронетехника, стреляли, Руставели, проспект, 91-й, 92-й, и потом, когда Гамсахурдия... Это было все связано как бы с неприятием Москвой, движения за независимость. Ну, там так получилось, что Гамсахурдия был лидер, он действительно был прозападный лидер. Там сложная история, я сейчас снимаю про этот фильм, поэтому я не хочу вот так голословно, да, говорить, потому что как только я появилась со своей информацией, что я снимаю фильм про Гамсахурдия, который очень трагическая фигура, человек, который вышел и который хотел перемены, который достоин был возглавлять тогда вот эти перемены, его сразу задавили, сразу он столкнулся с этой машиной, и то, что, естественно, появились сразу люди из КГБ, из Кремля, которые, ну, вот это была первая спецоперация, первая спецоперация, и я хочу об этом рассказать, но что происходит, тут же ко мне приходят некие, там, российские диссиденты, и тут же ставят на этом крест, что как вы можете вообще про него говорить, как про фигуру этот человек сдал диссидентов в, там, советское время. Понимаете, они уже не дают, это такой вот, знаете, есть такой термин, интеллектуальная фарца, интеллектуальная фарцовка дедовщины, когда, нет, мы уже об этом книгу написали, даже не смей, мы уже акценты расставили, что он предатель диссидентского движения в советское время. А я говорю, что нет, я хочу сделать фильм о том времени, что мы пережили, потому что мы имеем на это право сказать, что мы тогда пережили. Это логическая фигура, которая столкнулась с карательной машиной органов, да, вот этих ГБшных. Это, естественно, там просто такая пошла сила, и потом возникло вот это бандформирование, Китувани и Джаба и Селяни, которые просто вот, которые были с Шеварнадзе, и которые были с Кремлем, и там просто началась гражданская война прямо у нас в городе, в центре города, на проспекте Руставели, и какая там была стрельба, и что вообще, убили мамину подругу просто шальной пулей, да, ну так, это и есть жизнь, это и есть война. Вот так просто человека через дверь застрели, там застрели, там человек повесился, потому что голод, и это все, об этом не говорят, об этом почему-то, ну такая как бы тоже покров такой вот, как война в Чечне, уже где-то далеко, ну чего это все ворошить, да, а оно только сейчас всплывает, вот в чем дело, а когда оно всплывает, тут у нас есть уже кремлевская пропаганда, которая так тебе все преподнесет, знаете, что вообще. Вот поэтому время было очень, очень тяжелое и сложное, Гамсахурдия, конечно, это очень величественная и трагическая фигура, которую надо показать со всех сторон, и показать, что мы тогда все пережили, и как работает кремлевская вот эта страшная машина, которая все сметает на своем пути, которая обливает грязью, чернотой, так ставит клейм, что потом на много веков надо это все, если люди найдутся, да, доброходы, соскребать еще и находить там, иметь право вообще делать там, человека находить, понимаете, в чем дело в этом. Вот именно я сегодня как раз буквально случайно увидел круглый стол с участием Звиада Гамсахурдия, и он был в студии с двумя русскими офицерами. Вы, наверное, видели. Да. С тем, что он с открытым забралом, потому что он предполагал, он допускал, что против него будут какие-то, ну, более-менее, может быть, адекватные силы, да, раз перестройка, раз на той стороне какая-то демократия, и он не был готов к тому, что это та же страшная, коварная, ГБшная структура, которая такие знает технологии, что с открытым забралом там, ну все, там нечего делать. Он вроде же прошел в тюрьму, он же как бы прошел то, что обычные люди, обычные интеллигенты не проходят, и он-то как раз ГБшную силу узнал сполна. Ну не такую, это все-таки он уже на таком государственный пост, и у него-то были совершенно стремления действительно освободить Грузию, он же объясняет этим солдатам, да, ну вы понимаете, что вы оккупанты, они говорят, нет у меня оккупанта, мы там долг, да, и вот их стиль вот этот вот, это просто, ну, о чем тут можно говорить? Вот такая машина бездушная, которая преступная и настроена на различные методы, да, и такой человек, который, ну, у него там другие категории совсем в его природе. Какова разница между тбилисцами, вот мы можем так условно говорить, да, русские в Тбилиси, славяне в Тбилиси, и русские славяне в Санкт-Петербурге, в России? Вот в чем была разница? Вот вы могли бы для себя вот технически инженерным мышлением как-то вот так разложить по полочкам? Я для этого написала действительно много страниц, чтобы это все, так сказать, одним словом. Не получается так одним словом сказать. Это чудовищный комплекс столкновений в каждой ситуации. В автобусе, в метро, я не знаю, на работе. Какие-то люди с непонятными лицами, с непонятным выражением лица, ты не понимаешь, понимает тебя человек этот или нет. Ну, то есть, первое, куда я окунулась, это совершенно безнадега, совершенно безнадега, то есть, ну, лесная, там, это домик или лесная, коромысло, мороз, это, то есть, совсем просто уже, знаете, как вот какие-то, не знаю, рассказы Шалама о приходе, но какая-то уже вот потусторонняя, потусторонняя. Это уже, я понимаю, что я жить не суждено, просто я как-то хожу, как вот такие категории. И потом вдруг, когда жизнь вот каким-то таким образом, ну, как всегда, у нас нет же, да, все, что случается случайно, это и есть предопределение. Вдруг, непонятно каким образом, потому что меня не брали нигде на работу, вообще нигде, смеялись над моим акцентом и так далее. Вдруг... Так к грузинским акцентам. Да, да, у меня... И выражения, они, вообще эти конструкции языковые, они никак не вязались с питерским языком. Но при этом конструкция языковая и все, что несет язык, да, мой тбилисский русский язык, оно никак не коррелируется, там нет совпадения, понимаете, они несут разный смысл, эти конструкции. Я не знаю, как это объяснить, я для этого делаю цикл с Гассаном Гусейном, вообще, чтобы понять, чтобы мне объяснили профессионалы, что происходит, когда русские оттуда приезжают в имперскую столицу и происходит столкновение абсолютно двух разных языков, двух разных менталитетов, все разное, все разное. И, вот, допустим, я оказываюсь в таком самом-самом, ну, первый бутик, лакшери, там, гламур, первые в Петербурге, таких еще не было, и меня берут, потому что, ну, что-то во мне видно, что, наверное, я буду очень сильно стараться продавать их какую-то там дизайнерскую, дико дорогую мебель, вот, для, значит, этим самым начинающим олигархам. Я помню вот эти ощущения, какие люди туда приходили, как мне надо было учиться, как этот себя ведет, как этот манеры, разговор. Я все потом переняла абсолютно обезьяничим таким вот образом, да, как обезьяна повторяет. Вот так же я повторяла. Потом я выучилась через какое-то время, как ведут себя русские вот в России, собственно, как они, как они говорят, как они... А что их отличает все-таки от билистов? Вот в чем? Или разница не такая большая? Ну, подход. Я уже приводила в пример, когда у сотрудника умерла жена, а это большой такой, большая фирма, там 300 сотрудников, и у нас вот был такой маленький бутик, да, там на караванной, а еще был на Васильевском острове большой-большой такой вот коллектив, и умирает человек, у него, у сборщика нашего жена умирает. Ну, то есть под билистским понятием мы все собираемся, собираем деньги, ну, там, едем с цветами, прощаться и отдать долг, да, этому человеку, потому что он наш сотрудник, или сосед, или еще кто-то. И вот я приезжаю туда в морг, а там никого, кроме родителей, и, значит, они так на меня смотрят, и, ну, наверное, девочка опохмелиться решила утром. Я не знаю, то есть как на марсиане на меня смотрят, чего я приперлась вот так? Это не принято. Ну, я поняла, что я сделала что-то не то, во всяком случае. Или, например, вот, ну, понятно, что я в то время была абсолютно... А никто из коллектива не приехал вообще? Нет, нет, это как бы даже вот вообще ничего не поняли за свое, зачем, почему. Вот я вот это вот, вот это видела много-много раз, очень много раз вот это вот, понятно. То есть, когда слово Грузия фигурирует, как-то хохот, слово, там, Азербайджан... Но это, наверное, после 2008-го. Нет, это 95-96 год. 96-й год. Какая война в Чечне? Кто там говорил? Какая война в Чечне? Когда я увидела Андрея, но это уже было позже, который вдруг сказал война в Чечне, это был единственный человек за всю вот эту историю. Я вот так, я не могла поверить, я вот так глаза раскрыла, а я к тому времени была уже абсолютно в таком скафандре, потому что ко мне уже не придраться было. Никакой Грузии, никакой войны, ничего, ни в коем случае. Потому что как только ты произносишь война, Грузия, Тбилиси, Урюпинск, ха-ха-ха-ха, понимаете, ты из Урюпинска. То есть ты говоришь, вообще-то знаете, Тбилиси, знаете, какой город, он вас научит, и ты ха-ха-ха, Урюпинск. И это люди как бы не, ну, какие-то дизайнеры, какие-то вот, какие-то банкиры, ну, понимаете, люди, которые вот, ну, не с помойки, как вы говорили, это не, не, ну, я не хочу никого обижать, но это люди, которые с каким-то образованием. Или, например, вот понятно, что я нищая, да, я там какое-то время уже провела в этом Питере, и не работаю, ничего, я просто нищая. И если у меня там есть какая-то вот ватрушка, да, там на один день растянутая, то вот, и это все знают сотрудники. И там такие девицы, акулы питерские, которые, ну, у которых связи там свои есть, какие-то архитекторы, какие-то клиенты, они могут это продать, какую-то мебель дизайнерскую. А я не могу, потому что я никого не знаю, мне некому позвонить, сказать, приди там, у меня купи стол, да. И вот у меня лежит эта ватрушка, и приходит начальница, и таким визгливым голосом, ой, какая ватрушечка, и говорит, ой, я ее съела. То есть она не спрашивает, а я ела что-нибудь или нет. Они там себе заказывают какие-то обеды. Ну, я просто говорю самые примитивные вещи, от которых у меня волосы дыбом были. Русское общество только в Питере. В каких вы городах вообще были? Добирались ли вы там до Сибири, до Владивостока? Нет, 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 нет. Я была только в Москве. А Москва сильно отличается? Для меня особенной разницы не было, потому что я уже тогда была марсианином. А в Педисии не нет разницы? Нет. Нет, 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 нет. Грубость. Я вот помню, я помню, что прежде чем я в Питер попала, я была в Москве. И я помню, что я сразу после войны, а у меня, например, вот метро ассоциируется с ужасом, потому что несколько раз, еще когда метро работало, но уже были перебои. Метро в Тбилиси, выключали свет, и мы там сидели по часу, по два, пока там не включат свет. Я помню это ощущение страшное, я его стала бояться потом. И вот когда я в Москве в метро спустилась, как раз после войны, после этих ужасов, я вижу люди стоят такие румяные, какие-то у них вот такие брючки, какие-то... Я даже не могу объяснить, они какие-то для меня все вот с другой планеты, какие-то приосанившиеся, какие-то сандалики, значит, эти брючки. То есть, вот в Тбилиси у нас так просто нельзя себе представить человека, они такие вот с какой-то выправкой, и я понимаю, что до этих людей никогда ничего не дойдет. Это видно уже по их спине, по затылку, понимаете? Это в воздухе висит, что я не смогу объяснить свою боль. Была история в Ленинграде, в советском Ленинграде, история с блокадой. И было вообще такое широкое мнение, что в Ленинграде после блокады люди стали абсолютно такими моральными, чистыми, дружественными друг к другу. Ну, как про ту историю, как в Тбилиси. Это было или что так поменяло ленинградцев, что вы увидели другой Ленинград, не тот, что вы увидели, например, с людьми в Тбилиси? Что произошло по-вашему? Наверное, я не встретила тот контингент, о котором вы говорите и о котором мне говорил тот же Андрей. Куда тебя занесло в такую гламурную структуру? Кого ты там еще рассчитывала увидеть? У меня же выбора не было. Меня особенно не спрашивали, Инна, ты хочешь увидеть вот тех людей, которые прошли блокады, у которых есть вот эти моральные... Я их просто... У меня не было шанса, наверное, их встретить. Я попала вот в эту среду, где были деньги, где был гламур, где были машины, где были вот эти вот огромные бюджеты. И эти люди другие. Например, вот моя менеджер, управляющая, она закончила филфак. У нее подвешенный язык. Она много знает, она много видела. Она жила в Италии, потом вернулась, и она развитый человек. Но как она себя вела... То есть это лагерный подход. Это клички клиентам, клички архитекторам, это издевательство, это неприкрытый такой вот стёб и дедовщина. Вот можете представить такую ситуацию. Приезжают итальянцы, итальянские партнёры, богатые люди. И вот она, поскольку она владеет итальянским, она переводит. И вот она переводит, она говорит о технических каких-то вещах, породы дерева, сушка и так далее. И тут же говорит нам на русском, посмотрите, какая у него лысина при этом. Понятно, что итальянцы не понимают, но это такой подход. Понимаете? Это такой подход. И все там давятся от смеха, итальянцы не понимают, что вообще происходит. И это я видела много раз. Ещё ситуация. Наш партнёр же, Миланский, который приезжал, и у него огромный проект инвестиций, этот человек, миланский миллионер, ну вообще он что-то из себя представляет. И вот мы сидим, и пригласили, есть такая у нас известная, гламурная, такой персонаж, Ника Белоцерковская, которая столько гадостей, сколько она внесла в эту вот среду питерскую, городскую, при том, что у неё там журнал какой-то, городской, собака.ру, никто не сделал, никто не сделал столько гадостей. И вот, например, она, у неё такая вот, должна была быть компания рекламная для нашего итальянского салона. И вот сидит она, её какой-то сотрудник, итальянец. А итальянец, ну понятно, он говорит на английском, но с таким акцентом характерным, как они умеют говорить. А этот сидит, и просто вот сидит, и при всех предразнивает его. То есть он говорит, I hope, итальянцы иногда не говорят, они говорят, I hope. И повторяет, как попугай. То есть мы, ну что тут скажешь? Ну вот что тут скажешь? Или, например, здесь в Праге, у нас открыла Манана Туитца. Такой пошлый стёб. Такой стёб, неприкрытый, это нормально в лицо постебать, посмотреть, как человек краснеет, как ему неловко, опустить его, что называется, да? Да, вот самое главное, опустить человека. Это такой кайф. Видите, это стиль вот этой питерского, питерского бомонда, понимаете? High society. Это у них вот такой, на лужайке собраться. Это такой подход. Я такого нигде не видела. Я много видела стран, разных обществ. Я такого нигде не видела. Было нечто подобное? Ну, в Москве мы были только там у каких-то клиентов. Вообще, для вас что был мир, из которого произошёл Путин, ну, в силу, я имею в виду, мир, питерский мир Путина, вообще сам по себе Питер, мир питерцев вообще? Вы, когда смотрите из Праги, когда вы сравниваете его с Миланом, с Вашингтоном, что ещё? Чем вас ещё он у вас удивляет в воспоминаниях? Ну, кроме омерзения, у меня вот ничего не возникает к нему. Шпана, гопота, которые недоразвиты, ничего не знают. Но вот эти вот при, как они говорят, примочки, да, примочки все оттуда абсолютно. Это вот среда там и фарцовская одинаковая. И вот эти вот люди, которые куда-то там выбились, это вот, ну, он же тоже общался из Питер, маленький город, все друг друга знают. Мы все, все друг друга знали. И при снопамятной, прости господи, одноруки, который сейчас в тюрьме сидит, которого в седьмом году закрыли, спецоперация Кумарин-Барсуков. Их структура у нас даже чоп имела, потому что это охранная система нашей компании. У нас был большой, шоурум на Малой Конюшной улице. Это жизнь, такая среда, ничего другого нет. Если у тебя нет машины толковой, ты лох. Здесь у нас в Праге миллионеры ездят на трамвае, это нормально. А там, если у тебя нет вот этой упаковки, дом, машина, ну, это же как-то вообще провинциально, если вот так посмотреть. Это же дико провинциально. Ну, вот, теперь на фоне Питера, вот, вы побывали во многих странах и видели и Европу, и Чехию, и Милан, Италию. Что там вас удивляло, когда вы приезжали из русского мира? Мне было с ними понятнее, с итальянцами на итальянском, с англичанами на английском. Мне понятнее было, я была самой собой. Но парадокс в том, что я с русскими людьми на русском никогда не находил и не было соприкосновения. Это парадокс, это загадка, этому надо посвятить труды философские. И недостаточно просто говорить, вот у них такая история, вот они выбрались из этого. Это намного сложнее. Это какая-то чертовщина, в которой надо просто очень детально копаться. Что там такое? Что же там такое? Да. Ну, например, какие-то бытовые ситуации, вот что можно на примере показать, разницу? Я же говорю, вот здесь у нас в Праге Манана Туэйдзе, грузинка, открыла небольшое заведение, человек от души делает, понятно, что перебивается, что она не богатая, она не загребает деньги лопатой, трудится с утра до вечера, работает, работает, делает исключительные хаджапури, к ней стоит вся Прага в очереди, и вот я ее поздравила на фейсбуке, потому что она вот открыла еще такое прекрасное, уютное место. И тут же, значит, архитектор, выпускник Мухинского училища пишет мне, а зачем жрать в Праге грузинскую жратву? Я ему говорю, пишу, а вы выпили или что вообще, что это такое? А он продолжает. Это он пишет публично на вашу страницу, да? Публично, публично, на мое вот это поздравление искреннее совершенно, да? Она это видит, она это видит и благодарит меня. И написала мне, ну, поскольку написала иночка с ошибкой, не иночка, иночка с буквой там такой хохот поднялся. И он мне тоже говорит, иночка, а зачем в Праге жрать грузинскую жратву? А потом дальше еще, а пиво москалы как? Анекдот знаете про пиво и москалы? То есть, ну, вот что? Ну, как с таким человеком? Вот что вы будете с ним делать? Это человек, который прекрасно меня знает. Это человек, который из Питера, вот он на соседней улице, у него был салон, мы у него покупали какие-то горшки, унитазы для богатых людей, он торговал этими унитазами. Он меня знает, я его знаю. Вот что это? Вы можете объяснить? Я не могу объяснить, что это такое. Как он меня хочет унизить, эту монану хочет унизить, что он делает в этот момент? Вы можете понять его логику? Я нет. И таких вот, ну, на каждом шагу эти ситуации. Например, Курочкин, да, Курочкин, это же что, это же что у нас там, архитектор, художник. Художника обидеть все равно, что собаку палкой. Понимаете, подход к архитектору. В Милане архитектор, это архитектор, да, миллионеры ходят, заказывают и обращаются к ним, архитектор такой-то, это почетно, ты, ты хоть что-то вообще, хоть в этом хоть что-то понимаешь, архитекторы это самые образованные люди на свете, потому что они знают и это, и историю, и они художники, и у них, это, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это самые развитые люди на земле. А в Питере это что? У нас функциональность такая, широкоформатная специальность. Безусловно. А там такой подход. Художника обидеть, архитектора, все равно, что собаку палкой. Понимаете, это вот подход, вот подход. А это что, это что, высокомерие, из чего оно все время происходит? Ну, я не знаю, это лагерное, лагерное, ну, как вы в лагере будете рассказывать, вот, вот здесь очкарик, очкарик тиской Роман, да, это вот оттуда, естественно. Вы знаете, помните фильм «17 мгновений весны», где пастор в тюремной камере стоит на одной ноге, помните? Да. Где над ним издевается, и вот примерно такое же в искамере. Да, да. А какой там, если ты скажешь грузин, армянин, нет, хач, конечно же, конечно, хач. Конечно, хач. Он же себе не позволит даже сказать слово грузин. Так им и надо, так им и надо грузинам, что их в шестом году депортировали. А церетели, слава богу, теперь из Москвы выкинут, они говорили. Понимаете, какая софистика извращенная у них. Церетели такой пошлый, такой пошлый скульптор, что как хорошо, что это компания против грузин. Говорят лучшие люди Петербурга. Что чувствуют себя грузины, их же много в азербайджанцев, армян, в Москве, в Санкт-Петербурге. Что чувствуют себя чеченцы, которых тоже много в Москве, в Санкт-Петербурге, в России. Вы с ними разговаривали, когда общались с ними там. Что они чувствуют, когда они видят это отношение, может быть, не по отношению к себе, но, может быть, к Таджикам, к Узбекам, к другим. Человек психологически выстраивает защиту. Некоторые из них становятся больше русскими, чем сами русские. На это жалко смотреть. На это жалко смотреть. Но это защита психологическая. Я еще раз говорю, что либо происходит изменение на уровне уже страшные изменения происходит. Это либо человек умирает, как мой несчастный брат в Питере, человек из Белиси. Он не может там выжить. Он либо погибает, его убивают, попадает в какую-то ситуацию, либо он спивается, либо в нем такие изменения чудовищные, что там уже просто до того человека и не дойти. Я, например, чтобы адаптироваться, я покрылась такой коркой, что ко мне было не подъехать ни на одной хромой козе. Вот просто не подкопаться. Вот все, как у вас, хотите, пожалуйста, все у меня будет, как у вас. И скажу я вам так же, как и вы хотите. Не подкопаешься. Но выражать себя, чтобы тебя там услышали как человека, это невозможно. Вот вчера мы говорили с Асланом Арцуевым, чеченским юристом, он в Питере учился. И вот он тоже об этом говорит, что вот сядешь с русским человеком, и вот он водки выпьет и говорит, ну скажи, ты на какой ты все-таки стороне, на чеченской или на русской? Вот они же чеченые, вот такие там звери, ну как, ты же, наверное, с нами уже теперь. Вот не доходит, непробиваемое что-то. Я пытаюсь всю жизнь подобрать слова, чтобы им как-то это бесполезно. Пока я поняла, что пока это бесполезно. У нас здесь есть тоже в Праге русские люди. У меня с ними такие же проблемы. Такие же проблемы. Я с Петро Прохасковой, с чешской журналисткой, мы сестра с ней. Мы вот так друг друга понимаем, обнимаем, там все, что угодно. Говорим на одном языке, а на чешка я вот, да, русская. С русскими у меня здесь вообще стена. Стена. Ну вот, Инна, вы помните, была большая волна публикаций, связанных с издевательствами, вообще с движением скинхедов, с неофашистов там в разных городах, там Санкт-Петербург, в том числе, Москва, Омск и так далее. Вы пытались вообще эту тему как-то вот понять, почему вот стране, вроде которая известна, которая себя позиционирует как победитель фашизма, она становится родиной нового фашизма и в голове это не умещается, у многих не умещается. И откуда корни? Или это все с луны вдруг свалилось и на ровном месте бжик и откуда корни? Корни, конечно, из имперского сознания, это всегда было, с этим никто никогда не работал, никто не показывал отвратительную сторону этого шовинист, потому что это не имперская камня, какое-то оно имперское, может быть, оно и было во времена Александра III, Николая II, но какое имперское может быть среди пролетариата, Господи Боже мой, это просто какая-то темная сторона, которую никто им не показывал и не я могу сказать, что поскольку у нас была компания архитектурная и у нас было много молодых архитекторов, молодых ребят, талантливых, и я периодически, поскольку я несла за них ответственность, я так считала, я периодически им рассказывала, что такое война, как это в Грузии, и вот можете себе представить, молодые, талантливые, хорошие, добрые ребята, но категориями российскими они оперируют, а что дальше, я не знаю, как люди с воображением не понимают, я им рассказываю, как постепенно война приходит, она же не обрушивается, вот сразу там, да, метеорит прилетел, постепенно, сначала тебе перекрыли, тебе блокаду устроили, у тебя нет еды, у тебя нет вот этого, это может ожидать Россию, я говорю им, если вы вот, ну, не будете внимательно смотреть, что происходит вокруг, не оглядываться, да, жить вот без оглядки и думать только о том, как у вас машина будет или нет, да, и вот мы-то с Андреем понимали, что мы делаем, зачем, потому что у нас были очень богатые клиенты, и мы как бы это держали, потому что, ну, у нас итальянский партнер, крутой, да, и для того, чтобы это все держать в руках, надо брать на себя очень серьезную ответственность и посвящать там 24 часа в сутки, потому что это таможня, потому что это там воровство, это вечные рейдерские атаки, это, ну, вокруг вот эти все шакалища, которые остались без работы бандиты, это была такая атмосфера в нулевые годы, и мы это бесконечно разруливали, бесконечно, и у нас были вот эти молодые архитекторы, которым я, я действительно пыталась что-то им рассказать, как бывает по-другому, вот сейчас у вас такая жизнь, но все может измениться вот так вот, и вы будете уже на дне совсем другого образования, и вы будете нищими, и вы будете скитаться, и вы будете не знать, как накормить своих детей и родителей, и вы будете вешаться, как у нас в Тбилиси, да, поэтому у нас не было с Андреем вопроса вообще, когда наступил вот этот восьмой год, и атака на Грузию пошла военная, вы сказали, что мы здесь больше не останемся, и пошло оно все к черту, к черту, вся эта веса бизнеса, эти дома, машины, и деньги, и клиенты, и дети к черту, и мы объяснили это нашему итальянскому партнеру, он прекрасно все понял, прекрасно все понял, все, мы разошлись, мы сказали, мы уезжаем в Европу, и больше мы этим не будем заниматься, все, это не было вопросом. Вот смотрите, а когда этому может быть положен быть конец? Вот оппозиция, которая призвана в любой стране мира менять власть, приходить на смену нынешней власти, и то, что отрицательно есть в нынешней власти, она обязана как бы поменять. Вот вы работали в штабе Ходорковского, вы знакомы с внутренней кухней различных направлений оппозиции, и приглядывались, и наблюдали, и слушали интервью, и так далее. У вас есть собственное мнение, и может быть, собственно, анализ того же национального вопроса в стенах оппозиционных разных штабов. Вот что собой представляет оппозиция, ее отношение к кавказцам, ее отношение к азиатам, ее отношение к национальному вопросу, к имперскости, к границам, к соседям, к народам внутри России, там, Кавказ, по Волжью, Сибирь. Что это? Будет ли за этим что-то будущее? Или это просто обновленный Путин с каким-то демократическим декором, который будет продолжать тот же самый шлейф? Расскажу сейчас иллюзии, иллюзии, иллюзии. Когда появился в городе штаб Ходорковского, как мы поняли, когда это пришло, такая местная жительница, с которой мы были знакомы, в силу того, что, когда случился 14-й год, был Майдан, и была убита небесная сотня, мы ходили к посольству российскому с протестами. И это была наша инициатива, мы были просто граждане, да, и мы писали плакаты, останови войну, и все такое. Нас знают украинские здесь люди, которые к Майдану относятся, мы им помогали, у нас был ресторан здесь, который был штабом украинским, то есть у нас парковка вся была отдана под машиной с украинским флагом, и все время эти межшествия, весь ресторан был в символике украинской, и так далее. И, значит, после этого ко мне пришла девушка, которая преподавала русский язык в Карловом университете чехам. И она говорит, у меня беда, сидит и плачет, все чехи ушли с моей лекции в знак протеста против агрессии России, студенты, молодые совсем. Что делать, сидит и плачет. Я говорю, ты меня спрашиваешь, у меня вопроса нет, я бы написала такую табличку на своей двери, я такая-то против российской политики в Украине против агрессии. Баста, кузей. Она так и сделала, пришла счастливая, студенты вернулись, тортик принесли, мы выпили чай, все поговорили. Ну, я говорю, что, разве это сложно? Ну, разве это сложно? Люди, ну, просто на уровне одного этого, да, понимают, что... И все, этого хватило. И оказалось, что это девушка, родственница какого-то там, менеджера у Ходорховского. И когда он появился здесь в городе, она к нам, конечно. Ой, вот, ребята, в этом понимаете, значит, более того, нам нужен офис, мы никак не можем справиться. И к Андрею. Андрею у нас, значит, очень все быстро. И надо найти, офис нашел, прямо над нашим рестораном там. Ресторан назывался Open. Мы не знали, что их компания называется Open Russia. Мы не знали этого. Наш ресторан назывался Open, потому что открытая кухня, такая концепция была. И все у нас там, значит, такая, все к нам приходили. Радио Свобода, эти, эти, всегда, значит, такое была каша такая. И мы нашли им офис. Значит, у них были какие-то еще проблемы с документами, они никак не могли здесь открыть. Андрей на себя взял, и там стал учредителем. И вот, ну, понятно. Потом они к нам пришли, давайте это. А менеджер у них был литовец. И благодаря тому, что он был литовец, и имел отношение к телевидению, и вообще был очень продвинутый человек, у него была суперидея, суперидея. Он хотел снимать, и уже начал снимать, вот такие программы, где бы сидели в хорошем качестве студии, и беседовали спокойно, хорошие умы России. Спокойно, рассудительно, без крика, вот этого, да, без оскорблений, объясняли, что с нами со всеми происходит. И эта идея была абсолютно, ну, она была прекрасной. Была тогда волна, и была надежда, что все соберутся вокруг этого, и стали собираться. И Гребенщиков, я сделала ему тут концерт, Троицкие, подтянулись люди, Шендерович приезжал. То есть тогда все были вместе, действительно, и хотели что-то сделать. И этот литовец, он был большая умница, большая умница, и он соображал, что такое Грузия, что такое Украина, да, этот человек как раз соображался. Как он зовут? Его зовут Кристионовскучинскас, и он же, я не знаю, какую он функцию сейчас выполняет, но он директор фонда Гедона Кремера. Это большая умница, большой профессионал, он знал, что он делает. И он сделал меня представителем, вот это самое, ну, открыли такой клуб, открытая Россия Прага, Open Russia Prague. Ну, и что вы думаете? Это продержалось, ну, несколько месяцев, а потом ему сказали, стоп, мы сами сделаем в Лондоне, по-другому, ну, в общем, не надо вам. Хотя у меня были, это не важно, я не хочу сейчас никаких, что у меня там какие-то, ни в коем случае, ни в коем случае. Я понимаю, что этот человек что-то мог бы сделать, но ему не дали, ему не дали. Но он разве не хозяин своим деньгам? Ходорковский? Миллиардом. Не смотрите, это был его менеджер, он попросил, да, как бы сделать какой-то проект. Вот это был проект, роскошный, чудесный, который мог бы сработать. Но там еще есть другие люди. Мне когда показал переписку, когда мне показал переписку этих людей, там, кстати, была эта самая, прекрасно памятная, Маша Баронова в то время, которая таким стилем уж показала этому Крису, где раки зимуют, какие там грузины, украинцы, чеченцы и так далее, что... Потом у меня был разговор с Ходорковским, я пыталась ему что-то такое рассказать про Грузию, про Украину. Нет. Ноль. Ноль. Ноль понимания. Нет. Это не... Нет. А что вы увидели вообще, когда к вам начали приходить разные представители интеллигенции, оппозиции, по их впечатлениям, что такое вот национальный вопрос, народы, русские и другие народы? Что это? Это пока ничего. Это пока ничего. Это пока что-то замороженное, и пока в их сознании, пока там нет места этому никакого. Там совсем другие категории, понимаете, это люди с таким вот настроем, там канализированные какие-то партийные, такие партийные вот термины, понимаете, там собрания, конференции, какие-то политологические терминологии, там развитие России, ну то есть об этом можно, они могут об этом говорить бесконечно и годами, ну какие-то стратегии, нет, ну понятно, правозащитное движение, понятно, там когда вытаскивают из тюрьмы и так далее. Это отдельное направление, я об этом не говорю, я этого никогда не касалась, у нас было такое вот культурное направление всегда, так скажем, зная, что мы в этом смысле очень много можем, да, в визуальной части. Вот этот литовский человек, он обратился, поэтому к нам с Андреем, и из этого могло бы, наверное, что-то получиться, но они не хотят, они не готовы. Возможны агрессии, которые иногда и очень часто говорят об этом. Насколько, в принципе, по вашим ощущениям, которые вы отслеживаете вот по обсуждению внутри российского русскоязычного информационного поля, насколько это все реально, с одной стороны, а с другой стороны, не будет ли там очередная война России с каким-то новым соседом к концам империи? Ой, очень бы хотелось к концу империи, и понятно, что сама по себе она не развалится, что какая-то нужна предпосылка и какое-то действие для этого. Что-то он будет делать, потому что куда одеваться вот этому милитаристской вот этой машине. Она существует, она готова. Вот эта потенциальная энергия, она должна преобразоваться в кинетическую, так или иначе. Поэтому, ну, опять же... должна выпрямляться. Да, обязательно, потому что сейчас, как бы еще, ну, следующий шаг, он очевиден, что он будет в этом смысле, что у нас нет конечной стабильной ситуации. Она сейчас, знаете, как доминант септокорд без разрешения, знаете, как в музыке есть, вот напряжение, которое должно разрешиться во что-то. Сейчас у нас такое напряжение, которое во что-то должно разрешиться. Что им там привезет в больную голову, мы не знаем. Это абсолютно какие-то больные, неадекватные люди, с одной стороны, с другой стороны, рациональные, которые считают деньги и понимают, что у них там на кону. Вот последний вопрос в этом интервью. Каким образом русская девушка из Грузии, переехавшая в Ленинград, в Санкт-Петербург и сейчас живет в Праге, в Чеке, как она пришла вот к этой боли чеченского народа? Как это началось? Я вчера об этом говорила Андрею, он меня спрашивал именно с чего началось, потому что я ведь не пережила ту первую войну как свою, потому что у меня была своя грузинская война в это же время, немного раньше, и, конечно, весь ужас ушел, канализировался туда. Про войну в Чечне я знала, как и все, так скажем, по касательной, по телевизору и понимая, что у них там ад. С чего вот началось сейчас, это все мое просто сопротивление обстоятельствам, потому что пропаганда сейчас ими занялась. Это не то, что вдруг я вот, о, у меня такая старость, знаете, старческий маразм, и я стала вспоминать события 30-летней давности, дай-ка я подумаю, что было 30 лет назад. Неправда. Дело в том, что сейчас пропаганда этим вопросом очень активно занимается. Не то, что пропаганда, это сообщество вместе с киллерами, да, которые охотятся и уничтожают их, чеченцев в Европе, уже не говоря о том, что в самой Чечне происходит, что там оккупационный режим, и что он там с ними делает, с этим несчастным народом. В каком они страхе живут и ужасе, несмотря на то, что, я говорю, как в Терезине, там и дороги, вы поезжайте в Терезин или Ваушвиц или в Дахау, видите, какие у них там прекрасные вообще эти постройки красивые. И травка зеленая в них. А ужас, который сейчас у них там в Чечне, просто не, даже, ну, об этом сложно говорить. А то, что их ликвидируют в Европе, этих людей, которые прошли ад, и которых надо защищать вообще-то, да, их убивают. И я это поняла после убийства Хангушвили, Зелимхана, когда вся пропаганда кинулась, кремлевская и их корпоративные коллеги, берлинские и немецкие, которые на содержании у Кремля, как они кинулись, вбрасываясь этот нарратив, что это разборки исламистов между собой. А люди, которые вот отстаивают, например, вот моя подруга, которая, она аналитик и работает по этому вопросу, ее работа была в том, чтобы доказать обратное. Потому что сейчас идет суд государства Германия против вот этого убийства, против убийцы грушника, которого схватили, да, кремлевский грушник. Вот, как бы сейчас идет заседание за заседанием. И она как раз занималась тем, что она доказывала, смотрите, этот человек, он никакой не террорист, этот человек, у которого вот такая семья, она это все показывает. Вот в этот день он ходил в музей, в этот день он ходил в музей Холокоста. Вы много видели исламистских террористов, которые посещают тот день? Он вышел там из этого музея, да, и его в парке прямо на глазах, там, возле Рейхстага убили. И таких убийств уже несколько, за ними охотятся, за этими людьми охотятся. На какую мысль этого вас вот выведет? Ну, что? Значит, что-то не то происходит, раз их сейчас ликвидируют, раз такая охота объявлена. И это одна история. Потом я видела вот эту самую, сейчас везде публикуют, речь Ландсбергеса на форуме «Свободная Россия». Как он уже не вынес этого, была панель культурная тоже, посвящена культуре, современное искусство в России. И тут Ландсбергес вступает и говорит, искусство не надо превращать в паскудство, он говорит. И говорит, что если у вас в России такое творится, и это пираты, пиратов раньше вообще на рею, там не было дискуссии. Вы знаете, а он какой пират? Вот он такой, или у него какие-то манеры еще может быть есть? Вот это вы знаете, чем очень любит оппозиция заниматься российская? Он говорит, нет, ребята, у вас там террористы сидят, и эти террористы, они убили 300 тысяч чеченцев. И вы не допустили чеченскую делегацию к микрофону? Это что вообще? Вы себя называете российской оппозицией? Что это? То есть сначала вот эта дискриминация, потом я видела другую дискриминацию. Я видела, что творится в соцсетях. Моя знакомая здесь в Праге, которая такая, либерал, ну просто вот, просто с ума можно сойти. И как только касается, там где-то драка, была, значит, спровоцированная драка с Кимхеда в Берлине против чеченцев, все началось. Так чеченцы, вы же знаете, их с пяти лет учат головы резать. Это моя местная, пражская, говорит, либералка. Понимаете, это у них, вот это у них, это мы научили сейчас. Чеченцы опасные, чеченцы террористы, чеченцы лучше вообще обходить его, и не дай бог ты, а сколько у меня друзей, вообще порядочные людей, я не знаю, понимаете. Там кто-то может себе позволить как-то, какое-то высказывание. Эти люди никогда не опускаются ниже уровня, у них вот такая планка. Это люди чести, достоинства, поэтому на них такая сейчас охота и травля. Именно поэтому их надо защищать. Как это, как это непонятно. Мы, Россия, убили 300 тысяч чеченцев. Ну, Господи, ну ты признайся в этом. Ну, как можно, я не понимаю, как можно с этим жить. Я не понимаю, как можно с этим жить. И еще говорить, что, ах, вот они такие, вот террористы. Ну, что это такое? Очень много вопросов остаются после этого интервью. И, наверное, нужно какой-то мощный научно-исследовательский институт, чтобы найти ответы на все эти вопросы, провести множество лабораторных исследований, испытаний, чтобы на инженерном уровне найти все ответы с точной параметром. Юрбекс, надо сначала об этом начать хотя бы говорить, а не этого, не хотят, понимаете? Их все устраивает. В Багдаде все спокойно. Да. И я думаю, что вот часто же говорят, что чаще всего вопросы важнее ответа. необычная ситуация NoPage concentrate. необычная ситуация NoPage Продолжение следует...